Александр Великий, яркая звезда Древней Греции. Наследник Македонского царства станет величайшим завоевателем всех времен. Трудно было представить, что кто-то попытается завоевать весь мир, а у него это почти получилось. В возрасте 16 лет он стал соправителем отца. Это было трудное время. Убийство сделало его королем. Союзники сделали Александра самым могущественным человеком в Греции. Его война с персидским королем Дарием была похожа на битву Давида с Голиафом. Подобно Ахиллу, своему герою из легенды, Александр решил принести победы Греции. В истории немного людей, имевших такое же влияние, как Александр Македонский. Александр Македонский. До конца мира. Весной Александр пересёк пролив между Европой и сегодняшней Турцией. И с ним было 37 тысяч солдат, собранных со всей Греции. У македонца была ясная задача. Он и его войска освободят греческие колонии от персов. Сначала Александр отправился в Трою. На могиле Ахилла он осветил своё оружие и принёс жертву. С детства этот герой Илиады был для Александра примером для подражания. Он мечтал добиться славы, как у Ахилла, и даже превзойти его подвиги. Эта освободительная война была его шансом. Но нужна и защита богов. С их благословением эта кампания возмездия становилась священной войной. Но ещё никому не удавалось поставить на колени мировую державу — Персию. Персидская армия пыталась остановить продвижение македонцев вглубь оккупированной территории. Бесполезно. В 334 году до н.э. Александр выиграл битву на реке Граник. Судя по всему, Персидский двор недооценил македонского царя. Против него выслали не имперскую армию, а подразделение наёмников. Царь Дарий надеялся на них, но зря, как выяснилось. Ваше Величество, сожалею, но я принёс плохую весть. Александр выиграл битву. Как это случилось? У Александра было меньше солдат, но у него лучше тактика. И не только на поле боя. Объясни. Он обещает демократическую конституцию, как в Афинах, городам, которые сдадутся без боя. И он обещает людям, что они больше не будут платить тебе дань. Неужто это правда? Я слышал, что он правит, как царь македонский. Власть народа – абсурд. Чего он хочет на самом деле? Греки жаждут мести за разрушение Афин и оккупацию Анатолии. Но Александр хочет большего. Чего он хочет? Власти. Ему нужен мой трон. Верно. Защиту страны нельзя доверять вассалам. Кто может возглавить армию лучше, чем ты? Он ещё пожалеет, что вышел из чрева матери. Собирай войска. Объяви, что царь поведёт армию. Персидская империя простиралась от границ Греции и Египта, далеко на восток. Через Гиндукуш до Индии. До границ известного мира. Эта империя протянулась через три континента. И сердцем её был город Персиполь, на юге нынешнего Ирана. Персиполь был также и религиозным центром Персии. Даже через две тысячи лет руины храмов и дворцов свидетельствуют о могуществе империи. Барельефы говорят о множестве народов, живших здесь. Их было 28. Среди них сирийцы, египтяне, вавилоняне, греки, индийцы и арабы. Они собрались, чтобы вручить царю подарки по случаю Нового года. Персы играли ключевую роль. Они создали систему, обеспечивающую мирное сосуществование народов. Но дух сопротивления витал в греческих колониях. И все они считали Александра своим освободителем. За несколько месяцев македонец захватил крупные прибрежные города и контролировал уже значительную часть Турции. А зиму Александр решил провести в городе Гордионе. В местном храме он обнаружил знаменитую повозку фригийского царя Гордия. И это называется повозка царя? Она принадлежит Гордию, царю Фригии. Когда фригийцы искали себе царя, Оракул велел им взять первого, которого они увидят в повозке. И им оказался Гордий? Как быстро можно стать царем? Да, но это еще не все. Видишь этот узел? И что дальше? Сказано, что развязавший этот узел станет правителем Персии. У этого узла нет ни конца, ни начала. История о Гордиевом узле — легенда. Но при этом умная пропаганда. Разрубив узел мечом, Александр сделал так, как считал нужным. Но он не ограничивался освобождением греческих колоний. Александр хочет сбросить Дария с трона. Дарий собрал свою армию у границ между Турцией и Сирией. Армия Александра тоже была на марше. Но две армии разминулись, как бы не заметив друг друга. Но персы вдруг зашли с тыла, отрезав пути отступления. Битва произошла при Иссе. Царь Македонии против Дария, самого могущественного человека в мире, и против 70 тысяч его воинов. Враг заслонил нам дорогу к дому. Мы победим или умрем. Отступление невозможно. Не пугайтесь лоска и численности наших врагов. Я вижу, что видите вы, но никто из вас не видит, что вижу я. Великий царь недооценивает нас. Будьте отважны, ведь мы не в первый раз бьемся с превосходящими силами, и не в последний. Мы победим! Царь Дарий ждал легкой победы. Он полагался на численное превосходство своей армии. Македонцы действовали смело, полагаясь на свою кавалерию. Битва при Иссе, 333 год до н.э. Эта битва изображена на знаменитом саркофаге Александра. Царь Македонии представлен тут героем. Персов было больше, и сначала они господствовали на поле боя. Но потом македонцы прорвали боевые порядки противника. Жизнь Дария оказалась в опасности, когда Александр атаковал элитный отряд, защищающий царя. В конце концов Дарию пришлось бежать. Это означало поражение персов. Успех Александра был частично связан с фактором неожиданности. Это почти как в футболе. Команда, стратегия которой непредсказуема, забивает больше голов. Стратегия Александра была очень рискованной с военной точки зрения. Он как бы бездумно атаковал самые сильные позиции врага. Но война еще не была выиграна. Дарий был на свободе. Он бежал в пустыню. Македонцы устремились к югу. Жители Тира оказали сопротивление. Но, как и все воевавшие с Александром, имели ужасные для себя последствия. Многие союзники Персии приветствовали Александра как освободителя. Египтяне встретили его с распростертыми объятиями. Их вражда с империей длилась слишком долго. Подобно всем грекам, Александр любил истинную культуру. Власть над фараонским Египтом высоко оценят дома. Обретя могущество, он принес жертвы богам и проконсультировался с оракулом. Он получил желаемое. Александр стал богоподобным фараоном. Его лик был даже вырезан на камне в знак того, что он истинный сын бога Амон-Ара. Вскоре после этого новый фараон поставил подпись. Он построил Александрию как типичный греческий город. Он стал символом его стремления развивать родную культуру на захваченных территориях. Александр основал не менее 10 городов со своим именем. Но метрополия на Средиземном море была самой важной. То, что Александр основывал города, имело особое значение, ибо показывает, что он не только захватывал земли, но и планировал долгое правление. Совершенно ясно, что, основывая Александрию, он думал об огромных ресурсах Египта и Ближнего Востока, об экономических ресурсах. Он планировал строительство большого морского порта, который соединит Египет со Средиземноморьем, как мост. Весной 331 года до нашей эры македонцы подошли к Ефрату, что в нынешнем Ираке. Ничто уже не могло остановить Александра. Он не согласился на мирный договор с персами. Армия Александра пересекла Ефрат. Значит, он не принял мое предложение. Сколько у него солдат? По нашим подсчетам, около 40 тысяч. 40 тысяч. У нас солдат гораздо больше. В два раза больше. В сентябре армия Александра форсировала реку Тигр. Александр, Дарий ждал у Гавгамеллы. Персидский царь тщательно выбирал место битвы. Там были широкие равнины, удобные для передвижения войск. Персидская армия превосходила все, что когда-либо видел Александр. У него больше 100 тысяч человек. Почему ты не заключил мир с Дарием? Что он тебе предлагал? Все земли западнее Ефрата и 10 тысяч талантов. Не больше, чем мы уже взяли сами. Легко предлагать то, чем не владеешь. А я бы принял его предложение, чем вот так рисковать всем. Будь я тобой, Парменион, я бы так и сделал. Но не бывает на небе двух солнц. И у Персии не может быть двух царей. Я думал, что мы мстим за их атаки на Грецию. Но дело пошло дальше. Ты хочешь превзойти покойного отца? Хочешь превзойти всех? А если и так? До сих пор мы лишь освобождали земли, захваченные персами. А теперь мы на их территории. И мы захватим ее. Устроим сюрприз им. И атакуем сегодня вечером. Трусливая тактика. Я не хочу воровать победу. Хочу драться честно. Око за око. На рассвете. Все слышали? Разбивать лагерь. Огромная армия Дарьи растянулась на пять километров. Фронтальная атака бессмысленна. Александр провел отвлекающий маневр. Сначала он двигался параллельно фронту персидских войск. А одновременно его пехота атаковала в центре. Персы думали, что он нападет с флангов. Но он заставил их следовать за собой, пока не распался их передний край. А потом Александр повернул вдруг кавалерию. Она устремилась в разрыв, образовавшийся в центре, чтобы напрямую атаковать персидского царя. Он снова применил тактику, опробованную им при Иссе. Он беспрерывно атаковал войска вокруг короля Персии. Александр жаждал прямой схватки. «Война против война». Дарий! Вперед! Дарий бросил свою армию, которая сражалась до самого конца. «Александр, ты нужен на левом фланге! Персы могут атаковать наш лагерь! Я не верю тебе, болван!» «Дарий!» Дарий! Дарий! Дарий стало его вторым большим поражением. На этом закончилась его власть. Прямо на поле боя Александр провозгласил себя новым царем. Слава царе-миротворце опережала его. Его победа при Гавгамелле показала персам, что в военном отношении они уже вполне уязвимы. Александру не пришлось даже завоевывать большие города. Вавилон, Суза, Экбатана. Все они сами открыли ворота. Заходи, бери наше богатство. Александр въехал в Вавилон как правитель мира. Его прибытие стало триумфальной процессией. Вавилон был в руках персов в течение последних 200 лет. Они создали крупнейший и красивейший восточный город. Второй по государственной значимости в стране. Невероятно! Даже Афины блекнут по сравнению с Вавилоном. Его размеры и великолепие были будто не из этого мира, гласит легенда об основании Вавилона. Его построили не цари, а сами боги. Македонцы знали об этом легендарном городе лишь из рассказов Аристотеля. Тот не слишком восхищался им. Но Александр был потрясен. Он решил сделать его еще более прекрасным. И решил поселиться в Вавилоне, как его предшественник Дарий. Царь малоизвестной Македонии осуществил свои мечты. Он отомстил за Грецию и добился победы. Он обрел власть над величайшей империей мира. Аристотель называл Вавилонин варварами. Он, видимо, не видел этого города. Если варвары способны творить такие чудеса... Я буду рад стать их царем. Вскоре после этого Александр через Сузу добрался до Персиполя. В столице Персии была казна, крайне необходимая для него. Почти все средства ушли на войну, а солдатам нужно было платить. Большинство из них думали, что Персиполь — последняя их цель. Акт возмездия тут и закончится. Мы отомстили врагу на поле боя. Завершим наше дело этим факелом. Александр! Что ты делаешь? Ты теперь царь Персии? Почему ты решил сжечь свой дворец? Может, он и прав. Что ты за человек? Нам запрещено иметь их женщин. А теперь и нельзя костер запалить. Хороша же наша месть. Пусть так. Мы завершили свою миссию. Пора бы нам вернуться в Грецию. Ни за что! Сначала Дарий должен пасть передо мной на колени. Все это бессмысленно, пока он на свободе! Пир кончился катастрофой. Дворец сгорел почти полностью. То, что пощадило пламя, унесли солдаты. Об этом было много домыслов. До сих пор не ясно, действовал ли Александр спонтанно. Историческая литература упускает одну важную причину. Александр хотел сделать столицей Вавилон, а не Персиполь. Второй центр мог стать средоточием растущей оппозиции. Он хотел сделать столицей Вавилон, поэтому он уничтожил Персиполь. Через некоторое время Александр отправил домой значительную часть своих войск. Прежде всего, солдат союзников Греции. С ним остались македонские и греческие наемники. С ними он отправился на поиски Дария. Но преследование беглого короля имело неожиданный результат. Мы нашли его. После победы Александра Дарий потерял не только империю, но и поддержку. Его предали, заманили в ловушку и убили. Свои же. Он мертв. Ты добился, чего хотел. Пора возвращаться. Царь должен умереть от руки другого царя. Его убийцы тоже бросили мне вызов. Их нужно наказать. Довольно, Александр. Ты царь Персии. Что еще тебе нужно? Если бы ты и твой отец были храбрее при Гавгамеле, я бы убил Дария. Ты заходишь слишком далеко. Если не остановишься, будешь, как Дарий, лежать в пыли. Ты грозишь мне? Александр, молчи, а то пожалеешь. Хватит. Никто больше мне не указ. Ни друзья, ни враги. Филотос не впервые возражает мне. На этот раз его слишком занесло. Филотос спыльчив. Он скрыл, что солдаты недовольны мной. Теперь я понимаю, почему. Он инициатор заговора. Но ничего не выйдет. Я опережу его. Александр, мы друзья детства, должны быть едины. Советую ждать, пока он убьет меня? Он грозил убить меня. Это измена. Наказуемая смертью. Александр был решителен. Его генерала и старого друга жестоко пытали и казнили. Это было предупреждением для всех солдат и ближнего круга. И оно подействовало. Чтобы удержать власть, македонец должен быть жестким и расчетливым. Поэтому он и казнил старого друга. Затем Александр отправил в Экбатону специальный отряд с приказом убить отца своего друга. Таковы были обычаи тех времен. Александр знал, что родственники казненного обязательно будут мстить. Отец будет мстить за смерть сына, а у того были большие возможности устроить неприятные сюрпризы в западной части империи. По приказу Александра, Дария похоронили с честью. Его тело поместили в могильник персидских царей. А его убийца должен быть казнен. Когда Александр вошел на территорию современного Афганистана, его армия насчитывала более 50 тысяч человек, среди которых были и жители Персидской империи. Эти люди нужны были македонцу, чтобы подавить очаги сопротивления в отдаленных уголках империи. Но кровавым битвам не было конца. Неудачи стали преследовать Александра. И вот однажды вышло так, что в плен к нему попала некая юная принцесса. Говорят, что Александр тут же влюбился в нее. Ее звали Роксана, что значит «маленькая звезда». Александр сделал ее своей официальной женой. Этот брак имел и политическое значение. Он был призван установить мир и персидско-греческую династию. Браки между персами и греками заключались, конечно же, и до этого, но не в царской среде. Поразительно, что Александр взял себе в жены отнюдь не гречанку, что было бы естественно, и чего все ожидали. Его отец женился на гречанке во втором браке, женившись на персидской принцессе, Александр дал всем понять, что теперь он новый царь Персии. Александр без колебаний принял персидскую культуру. Он требовал коленопреклонения и целования руки даже от своих отданных. Но это было не мание величия, а трезвый расчет правителя. Персы отторгнут его, если он не примет ритуалы народа, которым правят. Но друзьям Александра это не нравилось. Они привыкли иначе себя вести. Клит, что спас когда-то Александра, отказался делать жест покорности. Не выразишь мне почтение? Выражаю. Но колени переклоню перед богами. Я и есть воплощение Бога. Дела мои превзошли подвиги Геракла и Ахилла. Даже если так, ты всего лишь человек, как и мы. Мы сражались вместе и вместе побеждали. А теперь мне на колени падать перед тобой. Я великий царь и требую почтения, которое мне положено. Ты обращаешься с нами, как с персидскими варварами. Ты забыл, что мы твои друзья? Я дал тебе славы и богатств больше, чем ты мог мечтать! Славы! Эту славу мы добывали все, а теперь она только твоя. Молчи. Твоего золота не хватит, чтобы купить уважение к себе, которое ты потерял. Я же просил замолчать! Убийство на волне эмоций произошло во время веселой пирушки македонцев. Начав спор о чинопочитании, Александр и Клид дошли до потасовки. Оба, возможно, были пьяны. Лично я считаю, что убийство Клида имело чисто эмоциональную основу. Клид был одним из его лучших друзей. Думаю, что Александр убил Клида в порыве гнева, а позже, придя в себя, он сильно сожалел об этом, но было уже слишком поздно. Через несколько недель дело вроде бы забылось. Как-то царь отправился изучать местность. Он слышал, что в горах есть проход, используемый торговцами. Александр планировал расширить империю на восток. Ему нужен был путь через Афганистан. Он требовал, чтобы люди шли за ним до конца мира, туда, где греки никогда еще не были. Этот путь лежал через Гиндукуш на высоте тысячи метров. Впереди лежали никем еще не покоренные земли. Ты помнишь, что Аристотель говорил нам когда-то об этих горах? Нет. Позабыл. Он называл их вершинами, недоступными даже для орлов. А за ними конец мира. Ни один грек еще не видел этого. Я прикажу выступать на рассвете. К полудню мы преодолеем первый перевал. После множества кровавых боев и тяжких испытаний Александр вновь испытывал судьбу. После захвата Персидской империи можно было считать, что греки отомстили обидчикам. Но интересно то, что Александр не остановился на этом этапе. Его современники не могли этого понять. Они считали, что некая сила, подобная мании, толкает Александра вперед. В те времена концом известного мира считалась Индия. Думали, что эта экзотическая страна ограничится океаном, окружающим мир. Но мир был больше, чем полагали древние ученые. Есть данные, будто 35 тысяч солдат-добровольцев приняли участие в переходе через опасный Хайберский перевал, ведущий в Индию. Численность армии выросла вдвое по сравнению с началом завоеваний. Весной 326 года до нашей эры они вышли в долину реки Инд, что в нынешнем Пакистане. Солдаты страдали от жары и высокой влажности. Фауна была экзотична, но изобиловала москитами. Дожди превращали землю в непроходимое болото, но не только природа таила опасности. У реки Гедасп армию Александра атаковал индийский царь Пор. его армия была равной по силе, но имела боевых слонов. Это была жестокая битва, и долго никто не мог взять вверх. Но в конце концов победили захватчики с запада. Это была их последняя большая победа. армия Александра была истощена. Говорят, что именно там царь понес величайшую в своей жизни потерю. Его любимый конь Буцефал умер от изнурения. Его смерть глубоко потрясла Александра. Но несмотря на потери, царь желал идти дальше. Восемь лет войн и путь в 18 тысяч километров измотали армию. Начался ропот. Люди хотели вернуться в Грецию. Ну и? Ты принял решение? Мы почти достигли цели. Мы увидим конец мира. Это будет подвиг, который никто никогда не превзойдет. Наши имена станут бессмертными. Я понимаю тебя, Александр. Ты знаешь, что я всегда был предан тебе. Но вынужден сказать, что ты не убедишь солдат идти дальше. Они взбунтуются, если ты принудишь их. Они предпочтут умереть тут от твоей руки, чем идти до конца мира. Помнишь Ахилла и Патрокла. Мы так хотели уподобиться им. И уподобились. Даже превзошли их. Они пали в бою. Это была их судьба. Они не прятались от нее. А мы? Что ждет нас? Жизнь в царском дворце, в окружении жалких подхалимов или заблюдов, в объятиях красавиц и со скучными выездами на охоту? Вот что ждет нас дома. Ты хочешь этого? Александр, ты покорил мировую державу на боевом коне, но ты не сможешь править ей, сидя на коне. Если ты будешь воевать вечно, твоя империя развалится. свалится. Вплотную подойдя к заветной цели, Александр ощутил тупик и вскоре дал приказ возвращаться. Дожди шли 70 дней, идти дальше было невозможно. Александру пришла на ум блестящая идея запереться в своем шатре. Он захандрил и просто сидел на месте. Чтобы убедить людей, он обратился к богам. С богами общались жрецы, а те знали, как действовать и доложили так. К большому сожалению, боги против. Александр ответил, если боги против, нужно возвращаться. Но он возвращался по другому маршруту. На кораблях он спустился по Инду, до Индийского океана, добравшись все же до конца мира. Потом он разделил свои силы. Корабли поплыли изучать морской путь до Персии, а Александр с армией сошел на берег. Солдатам предстояло одолеть одно из самых суровых мест на Земле. Переход через пустыню к Гедросию стал маршем смерти. Путь до Вавилона унес больше солдат, чем любая из битв. Но беды не закончились. Ближайший друг царя Гефестион тяжело заболел. Судя по всему малярией. Не оставляй меня одного. Нам еще так много нужно сделать. Я Петрокл. А ты Ахилл. Ахилл. Я должен умереть раньше, друг мой. Так написано в Илиате. Но в отличие от поэмы, Гефестион умер не на поле боя. Их общая мечта о героической смерти в бою не осуществилась. Александр устроил величайший траур по умершему другу. Погребальные игры в Вавилоне длились три дня. Так же сделал Ахилл в честь Петрокла. Но уже через полгода заболел сам Александр во время подготовки к новой кампании в Аравии. Были версии о Яде. Но скорее всего виновата тоже малярия. Царь был уже при смерти. Придворных беспокоило будущее империи. Роксана носила в себе его сына. Но Александр не назвал преемника. Александр кто будет править твоей империей? Самый сильный из вас. Александр Македонский умер 10 июня 323 года до нашей эры. В Греции началась яростная борьба за его наследие. Основанная им империя распалась через несколько десятилетий. Но он распространил греческую культуру на три континента вплоть до Индии. И он стал первым в истории европейцем властителем мира. Его похоронили в Александрии городе носящем его имя. Но место его погребения увы неизвестно. он создал образ Александра героя завоевателя. Но почетный титул великий ему присвоили только римляне. Люди передавали легенду о нем через поколения и границы. Нам остается лишь восхищаться человеком изменившим мир. Переведено и озвучено компанией SDI Media по заказу ТПО Red Media